Друзья, всем привет! И сейчас поговорим о запрете Московской церкви в Украине, РПЦ, фактически филиала ФСБ и их агентурной сети. Сегодня мы боролись в Раде за то, чтобы наконец-то рассмотреть закон о запрете вот этого филиала ФСБ, который себя почему-то называет церковью в Украине. Это не имеет отношения к огромному большинству их прихожан, которых просто используют, но это имеет отношение к их руководству и к их кураторам из Москвы. А сейчас о том, кто они и еще новые факты вам представлю и о том, что будет дальше расскажу. Не забудьте подписаться на канал прямо под описанием к видео кнопка, нажмите на нее. Спасибо, жмите лайк, палец вверх. Спасибо, пишите в комментариях, что вы думаете о том, что я сейчас расскажу. Итак, сегодня в Верховной Раде мы добивались рассмотрения законопроекта, который позволит запретить деятельность Российской церкви в Украине, Московской церкви в Украине. Это давно пора сделать, но уже вот одиннадцатый год войны, третий год полномасштабного вторжения и до сих пор это не сделано. Против руководства фракции «Слуга народа» ну и естественно ОПЗЖ. Почему я говорю именно руководство фракции «Слуга народа»? Потому что даже внутри фракции «Слуга народа» большая часть готова голосовать. Но руководства нет и они всячески блокируют этот вопрос. И сегодня уже дело дошло до того, что законопроект полностью подготовлен, собрано 226 подписей. То есть большинство парламента подписали за то, чтобы рассмотреть законопроект, но его все равно не выносят. Тогда была заблокирована трибуна, тогда после долгих там препирательств руководство Рады решило вообще парламент закрыть, отменить все заседания на этой неделе. И вообще неизвестно, когда следующие заседания теперь будут, даже так. Так они пытаются защитить Московскую церковь. Ну а что такое Московская церковь? Давайте вот я вам еще пару новых фактов приведу. Я еще в 22-м году поднимал этот вопрос, подавал петицию на сайте президента, которая вот так быстро набрала 25 тысяч голосов. Был соавтором законопроекта, соответствующего, который мы подавали еще осенью 22-го года с коллегами. До сих пор вопрос не решен. И вот новая вам информация. Значит, в марте месяце в России состоялся 27 марта, друзья, такой российский народный собор, который вел патриарх Кирилл, он же генерал ФСБ Гундяев. И он принял приказ. Значит, российское вторжение в Украину, то есть как нас убивают, названо священной войной. И дальше сказали, вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Нормально? Значит, дальше. Войну в Украине они также назвали новым этапом, я цитирую, новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа, против стоящего за ним преступного киевского режима и коллективного запада, ведущегося на землях Юго-Западной Руси. То есть они нас тут убивают, это их освободительная война. То есть они хотят от нас освободить мир, понимаете? Это говорит церковь, типа христианская. Безумие. А с духовно-нравственной точки зрения, опять цитирую, священной войной, в которой Россия и ее народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию удерживающего, защищающую мир от натиска глобализма и победы Запада, впавшего в сатанизм. Боже, ну просто идиоты. Ну и не идиоты, это просто их инструмент влияния колоссальный на миллионы людей. Также в документе они раскрыли понятие русского мира, назвав его границей шире государственных границ, как нынешней Российской Федерации, так и великой исторической России. То есть русский мир, он не кончается нигде. Также в документе говорится о триединстве русского народа и о том, что белорусов и украинцев следует признать максимум субэтносом русских. Вот все. То есть нас нет, украинцев, белорусов тоже. Границ у них нет, все, священная война убивает нас. А мы-то и позволяем их ячейкам здесь продолжать действовать. Ну действительно какое-то безумие. Хочу напомнить вам, что десятки священников МП были пойманы за шпионажем против Украины и просто прямым участием в боевых действиях против Украины. На территории их церквей, в которых они сидят, находили оружие. Естественно, там куча литературы против Украины. Ну там педофилии и прочее, это я даже сейчас промолчу. Вот так же часть их священников меняли на украинских плен. То есть Россия меняет священников, потому что своих агентов под видом священников, меняет на украинских военнопленных. Так, меньше месяца назад, митрополиту ПЦМП Иоаннафан Елецких, его судили в Украине на 5 лет, и Россия его выменяла, на секундочку, на 28 украинских военнопленных. На 28, как они ценят этого агента. Ну, я думаю, что в ранге не меньше генерала. Значит, как его меняли? Доставили на границу с Белоруссией. Там его встречал представитель РПЦ Николай Балашов. Гундяев там просто этого добивался. И вот посмотрите, как Гундяев встречает Елецкого. Ну вот, радуйся. Радуйся, радуйся. Не надо кланяться. Ну, жив, здоров. Глаза по-прежнему, так, как и 20 лет назад. Но сразу видно, что пребывание, как говорится, в плену, не только духовном, но и физическом, конечно, свой отпечаток накладывает на человека. Ну, вот так встречает Гундяев Елецкого. Ну, если мы уже вспомнили про Гундяева, то послушайте, что Гундяев рассказывает о Путине. Какой это просто божий дар им. Уважаемые все алюминаты нашей страны, в день, когда вы вновь призываетесь занять самый высокий пост в нашей стране, стать президентом России, мы крепко молимся за вас. Мы знаем, что эти слова для вас не пустой звук, что вы сами молитесь. И великой милостью Божией отмечено наше время, когда во главе государства, российства, православный человек, не стесняющийся своей верой. И когда огромное количество россиян. И послушайте, что Гундяев рассказывает про войну и что это все мы, это антихрист. Если нам говорят, ну что же весь мир так, а вы иначе, нет, не весь мир. И война еще не проиграна. И очень важно, чтобы наша страна, опирающаяся на многовековую духовную, культурную традицию, сформировавшая свой кодекс нравственных ценностей, была способной в том числе, в каком-то смысле, и возглавить это сопротивление, невероятное слово сейчас скажу, антихристу. Сопротивление, пришествую в мир глобального зла. Потому что что такое антихрист? Мы, конечно, персонифицируем и говорим, что это личность. Да, это личность. Но личность ведь не может так сама по себе возникнуть. Речь идет о победе зла. О смешении ценностей. Когда у людей не будет способности различать добро и зла. Вот тогда и придет антихрист, которому поверят. И вот этих людей здесь, это все, к сожалению, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата остается полностью в этой линии под Московской Церковью. И мы вот это все здесь терпим возле себя. Мы понимаем, насколько это все опасно. Это опасно для каждого из нас с вами. Потому что на них используют как наводчиков, как инструмент влияния, подогревать здесь гражданский конфликт и так дальше. И давно пора поставить это в заслон и уже остановить это. Но, к сожалению, просто из-за импотенции, не знаю, как иначе сказать, украинской власти, все это тянется уже столько времени. Но уже пора, наконец, этот вопрос окончательно решить. Поэтому сегодня мы боролись в Раде. Пока нет результата, но они пообещали. Значит, им пришлось согласиться на то, что следующее заседание парламента начнется с рассмотрения законопроекта про Московскую Церковь. Ну, теперь осталось, во-первых, не дать им обмануть и в этот раз. Во-вторых, дождаться этого заседания явно они пока не спешат. Ну, а мы, друзья, держим строй и будем бороться дальше. Пишите, что вы думаете о том, что я вам рассказал. И кому интересно, на моем есть стрим, мой там все, все перипетии, как все это происходило, прямо из сессионного зала. Посмотрите. Держим строй. И не забудьте присоединиться к нашему сбору на маскировочные сети для наших военных. Это очень важно. И не забудьте присоединиться к нашему сбору на маскировочные сети для наших военных. Спасибо.